Без компромата и в условиях взаимоуважения такими должны быть парламентские выборы 2020. Если избирательный процесс пройдет в этом русле, то можно будет говорить о формировании новой политической культуры, заявил на последнем заседании Совбеза президент. Он призвал партии не использовать грязные политтехнологии и не пытаться очернить друг друга, а побеждать только за счет конкурентоспособности своих программ. Как правило, в гонке за место отдельные ничем не брезгующие кандидаты выливают компроматы в общественные массы через определенные СМИ. Нередко о нарушениях избирательного законодательства становится известным тоже, благодаря средствам массовой информации. Поэтому Совбезам и было поручено Генпрокуратуре организовать в установленном законном порядке рассмотрение жалоб и заявлений, а также сообщений средств массовой информации и интернет-ресурсов. Заниматься этим должен отдельный штаб Генпрокуратуры. В настоящее время прокурорами обеспечивается мониторинг сообщений и публикаций в средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах и распространение поступающих жалоб и обращений в соответствии с требованиями законодательства. Аналогичные штабы созданы в подчиненных территориальных прокуратурах. Кроме этого, проводится ряд других организационных мер по оселению надзора за соблюдением требований Конституции и законов Кыргызской Республики в период подготовки и проведения выборов депутатов Джигаркукиниша Кыргызской Республики, о чем также даны соответствующие указания областным городским и районным прокуратурам. Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением органами исполнительной власти, органами местного самооправления и должностными лицами избирательного законодательства. Также рассматривают заявления, жалобы на их действия, за которые предусматривается ответственность. А такие нарушения уже есть, и они вселяют недоверие народа, сказал на заседании Совбеза президент. Некоторые партии и кандидаты в депутаты парламента в массовом порядке меняют участки для голосования по форме номер два жителей городов и сел для увеличения своего электората. Об этом пишут в прессе, в социальных сетях. Но государственные и правоохранительные органы, местные власти не предпринимают против этого никаких мер. Вы уже сейчас создаете в людях недоверие к выборам. По всем подобным сообщениям в оперативном порядке должны проводиться проверки со стороны уполномоченных органов для принятия соответствующих решений в рамках законодательства. Эти парламентские выборы для Кыргызстана особенные. Проходят они в тяжелое время для страны, когда из-за коронавирусной пандемии многие потеряли своих близких, кто-то испытывает материальные трудности. Еще не прошел стресс от изоляции, поэтому каждое неосторожное слово или неправомерное действие может вызвать непредсказуемую реакцию, говорят эксперты. Потому поручения президента, данные на совбезе, своевременные. Для нашей страны нужен стабильность и безопасность нашей страны. В этих условиях, как бы отдельные политические партии, отдельные политики не говорили или не представляли себя на предстоящих парламентских выборах, они должны помнить и знать, что стабильность и безопасность превышают всего для страны. Совет Безопасности, который рассмотрел и думаю, что они то, что высказали, то, что предложили, это должны принять к действию, соответственно, все правоохранительные органы, исполнительные власти, и в том числе общество, для того, чтобы обезопасить нашу страну от каких-то массовых беспорядков, от каких-то политических каких-то нестабильности. На заседании Совбеза президент неоднократно отмечал, за нарушение избирательного законодательства будут наказывать, особенно карать будут за подкуп голосов. Также глава государства призвал партии не забывать о том, что их действия не должны наносить ущерб общественно-политической стабильности страны. Екатерина Токамбаева, Бакатбек Мамацаев, Пирамида.